Измерить в часах 8 лет непросто, хотя и так эта цифра звучит внушительно. Именно столько лет нужно копить жителю Иркутской области на однокомнатную квартиру. Данил Седов сегодня выяснил, можно ли ускорить этот процесс и как правильно копить. Смотрим. Вы когда-нибудь задумывались, сколько надо потратить времени жителю Иркутской области для того, чтобы накопить на однокомнатную квартиру? Нет? А вот на двух сайтах по поиску работы и недвижимости составили подобный рейтинг. Согласно ему, среднестатистически, житель Прибайкаля должен потратить 8 лет для того, чтобы накопить на однушку. И теперь возникает один вопрос. А есть ли смысл откладывать свои кровно заработанные, избегая при этом кредитов и ипотек? Финансисты утверждают, что деньги копить нужно и дело далеко даже не в наличии цели. Откладывать стоит для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций не остаться без средств. Тем более незапланированные траты случаются у всех. И если человек заранее не продумывает свой бюджет, приходится брать кредит. Хотя специалисты уверяют, что даже взяв заем у банка, можно получать прибыль. Кредиты должны приносить этот комфорт общий, либо они должны приносить актив. То есть деньги должны делать деньги. Очень часто люди ошибаются в том, что они набирают пассивную часть. То есть начинают в кредит, допустим, брать телефоны, автомобили. При этом используют автомобиль, допустим, просто для каких-то текущих поездок. На деле же можно использовать автомобиль для заработка. Развозить грузы или таксовать. Таким образом машина не только отрабатывает кредит, но и приносит доход. Иначе транспорт может стать обузой, но все-таки 80% займов связаны именно с трудной финансовой ситуацией, а не с целью приумножения средств. Жители Иркутской области просто не понимают, что кредиты могут приносить доход. Поэтому некоторые предпочитают копить на ту же машину. В среднем на покупку авто прибайкальцы тратят 570 тысяч рублей. Согласитесь, при зарплате в 40 тысяч цель кажется практически недосягаемой. Однако есть варианты стать ближе к мечте. Например, завести электронный кошелек. Вы делаете какую-либо покупку и в то же время с вашего текущего счета 1-5% списывается в некий кошелек, который вы можете использовать через определенный период времени. Второй вариант более простой. Получив доход, вы 10% отправляете просто на какой-то накопительный как минимум вклад, либо другой финансовый инструмент. И третий вариант, многие наши клиенты еще не полностью его оценили, это, конечно же, кэшбэк. Пользуясь хотя бы одним финансовым рычагом, можно скопить сумму, например, даже для отдыха. Кстати, на него тоже копят жители Иркутской области. Для тех, кто, как говорится, рожден не копить, а тратить, тоже есть вариант. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь к любому финансовому советнику. Так вы не только сможете определиться с целью и суммой, которая вам необходима, но и научитесь экономить. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова